Всем привет! В старые времена на Руси существовало множество профессий, которые в наше время не только не существуют, но и по большей части остались забыты народной памятью. Одной из таких специальностей можно считать плевальщиц. Появились они в славянских деревнях и городах еще до христианских времен. При этом последние плевальщицы встречались еще в русской деревне начала 19 века. Чем же занимались женщины со столь странным названием? До того, как на территории Руси появился картофель, основной сельскохозяйственной культурой для абсолютного большинства хозяйств средней полосы была репа. Выращивать репу не очень сложно, растение не слишком прихотливое, а потому если матушка природа не злобствует с особым цинизмом, то и урожай данной культуры будет хорошим. Убирать репу и вовсе легко, во всяком случае в сравнении с другими культурами. Другое дело подсадка. Сажать репу – то еще приключение. Для дачников не станет открытием тот факт, что семена репы очень мелкие и легкие. В нескольких граммах может умещаться пара-тройка сотен семян репы. Современному человеку сложно оценить всю ответственность процесса посадки данной культуры в нынешних условиях по двум причинам. Первое – дачники. Как правило, засеивают репой небольшие участки. Второе – сегодня семена репы дешевые и легко достаются в магазине. У наших предков все было не так. Запас семян являлся едва ли не сокровищем, а засевать нужно было большие площади. Сеять репу, как зерновые, категорически нельзя. Репа не терпит скучности, поэтому выбрасывать семена, так, например, пшено, запрещено. Корнеплод должен быть высажен ровными стройными рядами, для того, чтобы дать хороший урожай. А для этого каждую семечку следует укладывать в землю отдельно, желательно с более-менее одинаковым шагом. Собственно, для этого и были нужны в крестьянских общинах плевальщицы. Это были женщины и дети, которые занимались посадкой репы. Техника была следующей. Плевальщица набирала в рот семян, после чего аккуратно выплевывала их по одной штучке вместо посадки. Звучит просто. Однако на самом деле данное мероприятие требует серьезного навыка и недюжной сноровки, поэтому хорошие плевальщицы всегда ценились в общинах. Таким образом, репу сеяли на протяжении многих столетий. Правда, с появлением в Российской империи картошки необходимость посадки репы несколько сократилась. Хотя последние плевальщицы встречались еще в деревнях на заре Советской России. Окончательно исчезли они только во времена коллективизации и индустриализации. Появление специальных сейлок, а также радикальное удешевление семян сделало такую форму труда абсолютно ненужной. А с вами был Сергей Малиновский. Здесь только самые интересные факты. Подписывайтесь на канал.